Доброе утро! Меня зовут Екатерина Эцкеевич, и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Лечить или не лечить? Для диагноза уро- и микоплазмоза должны быть основания, а ошибки в диагностике могут привести к бесполезному лечению. Разберемся с этим сегодня в формуле здоровья. Мика- и уро-плазмы – это микроорганизмы, которые являются переходными от вирусов к бактериям. Заразиться ими можно в основном половым путем, но не исключена и внутритробная передача. Мика- и уро-плазмоз может вызывать воспаление любых отделов мочеполового тракта. Если его не пролечить, заболевание станет хроническим. Особую опасность оно представляет при беременности. В диагностике ключевыми являются лабораторные методы. Анализ включает в себя использование метода ПЦР и БАК-посев. Метод полимеразной цепной реакции позволяет определить наличие возбудителя, а именно в крови мы обнаруживаем антитела к нему, но ПЦР не даст информации о его количестве. Золотой стандарт диагностики – это посев материала из мочеполовых путей на специальную среду с выделением микробов. Важным является их подсчет, то есть если обнаружена концентрация более 10 тысяч или 10 в четвертой степени в одном миллилитре. Более низкие концентрации не учитываются, так как мико- и уро-плазмы могут присутствовать в организме здоровых людей. Несмотря на то, что это условно-патогенная микрофлора, не все так однозначно. Поэтому даже при случайном выявлении инфекции во время обследования вопрос о том, нужно ли проводить лечение, должен определять врач. Послушаем эксперта. Это нужно лечить, когда есть клиника и когда штамм количества возбудителя более чем 10 в четвертой степени. В остальных случаях стоит задуматься о том, необходимо ли назначать антибактериальную терапию. Как правило, если мы обнаруживаем патогенный штамм возбудителя уреоплазмы или микоплазмы, это не будет моноинфекция. Это уже будет микс инфекции в сочетании с вирусом или же с простейшими, такими как трихомонада. В таких случаях, когда это ассоциативное воспаление, с высоким штаммом мы, конечно, уделяем внимание этому возбудителю. А когда мы обнаружим только уреоплазму или микоплазму, в незначительной концентрации, клиники нету, нету никаких жалоб у людей. Это мы не лечим, мы назначаем исследование через месяц или через три. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. А все материалы рубрики доступны на сайте ont.by и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!